Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмири и сегодня я снимаю для вас мук-панк. Точнее, это будет, как я люблю называть это, перекус. Потому что я не сильно голодная, а роллы доесть хочется. Так вот, приступим, ребята! Папочка сегодня утром у меня уехал. Вот, и реально так грустно стало, когда он уезжал. Я настолько привыкла, что папа дома, есть с кем поболтать. Все-таки полноценная семья – это большое счастье. Для ребенка. Так как папа не так часто приезжает, для меня это особый праздник. Когда он здесь. Как я вам ранее говорила, я стараюсь из дома не выходить. Давно не было влогов. Думаю, надо куда-то выйти. А потом мама мне говорит. Сними домашний влог. Я такая, я думаю, гениально, реально. Сниму там уборку. На улице такой ветер прям. Соседний дом просто разваливается. Посмотрите, какие красивые роллы. Сушеной рыбкой, кстати, не очень люблю. Но, к сожалению, есть только такие. Как всегда, покупаю сет. И не обращаю внимания, какие роллы там. Поотвечаю на вопросы, которые вы мне задали в моем инстаграме. И один из этих вопросов связан с самоубийством. Как я отношусь к таким людям? Были ли у меня когда-нибудь такие мысли? Честно, я не припомню, чтобы прям был такой момент, что я хотела сделать самоубийство. Но у меня была одноклассница. Она вообще сама по себе была очень депрессивным человеком. И часто говорила о том, что она не хочет жить. Мы, если честно, это воспринимали просто как блеф, так скажем. И она на самом деле покончила жизнь самоубийством из-за парня. Я не понимаю таких людей реально. Как можно из-за парня, который тебя бросил, убивать себя? Это реально очень тупо. Это самый тупой поступок, который можно сделать в своей жизни. И она часто говорила своим родителям, что она не хочет жить. И знаете, просто, наверное, парень, это была последняя капля. Она как-то ругалась с родителями. И первое, что она им, как бы сказать, выдвигала, что вот я пойду и себя убью. Сначала родители как бы очень сильно парились по этому поводу, а потом перестали обращать внимание на ее слова. Я помню, когда доллар сильно подскочил, у нас в Азербайджане был случай. Мужчина, который взял ипотеку в долларах, должен был платить. Например, у него месячная оплата, ну, к примеру, да, 30 тысяч. А ему нужно было платить уже 60. И он просто был не в состоянии это выплачивать. И взял и бросился. Это реально очень тупо. Жизнь, вон, такая полоса черная, полоса белая. Вот, убейте, меня никогда не бывает, что всегда все круто. Вот всегда все замечательно. Вот бывает, что день плохой, а потом день хороший. Ой-ой-ой, разваливается. Вообще не голодная, кушаю в кайф. Заставлять себя не буду. Вообще, многие пишут в комментариях, что вот Айка очень быстро ест. Я понимаю, что действительно это так, но я не просто для видео так ем. Это просто мой образ жизни, так можно сказать, когда я сижу за столом. То есть я так питаюсь всегда. Я очень быстро кушаю. Самые вкусные роллы съела. Следующий вопрос. Как ты относишься к изменам? Было ли такое в твоей жизни, что тебе изменяли? Ответь, пожалуйста, на этот вопрос. Вот. Что касается измен. Я никогда в жизни никому не изменяла. И мне тоже, впрочем, нет. Хотя был один момент в жизни. Я не знаю, его можно относить к изменам или нет. Вот. Я вообще не считаю, что, например, женская измена – это что-то непростительное. А мужская измена – это... Ну, просто попутал парень. Я считаю, что если нет верности, какой смысл продолжать отношения? У нас была соседка в деревне. Вот. И у нее муж, он работал, ну, как длиннобойщиками, или как это называется. В общем, неделю его не было дома, потом неделю он дома. Ой. Ой, 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 ой. Только не это. Только не это заболталось. И потом выяснилось, что она ему изменяет. И как вы думаете, что он сделал? Он решил ее опозорить. Вместо того, чтобы просто культурно развестись, он всей деревне отправил ее голые фотографии. Которые она, в свою очередь, отправляла своему любовнику. Я просто считаю, если даже развод, если даже измена. Это как бы нужно делать максимально культурно. То есть завтра про мать твоих детей будут говорить, что она вот последняя девушка. Женщина. И потом прошло где-то года три. Моя бабушка ему посоветовала, когда он к нам пришел в гости, она ему посоветовала, что все-таки, говорит, может она поумнела, помирись с ней. И у нее никого нет, и у тебя никого нет. Дом это совместно нажитое имущество. Зачем на всем этом ставить крест? И он такой говорит, как я с ней помирюсь. Все ее голые фотографии по всей деревне разошлись. Поэтому прежде чем что-то делать, нужно думать. Просто вкусно тихо. Следующий интересный вопрос. Что бы ты хотела поменять себе с помощью хирургии? Я вообще ничего в себе не меняла, не делала никакие операции. Мне кажется, пока что мне это все делать рано. Но я думаю, что после 25 лет я могу что-то сделать. Я не считаю, что это плохо. Мне просто кажется, что девочки в 17-18 лет сразу бегут к косметологам и что-то себе вот здесь натягивают и так далее. Вот интересный вопрос. Что смогла бы ты неделю ни с кем не общаться и не выходить из дома? У меня был такой опыт. Но я как бы общалась со своими подписчиками. Я просто была дома. Никого дома не было. И действительно, это было настолько скучно и нудно. Потому что вот сейчас вот, да, папа был у нас где-то неделю. И настолько классно, когда вся семья садится за стол. Не знаю, пьет чай, обсуждает какие-то темы. Это настолько круто. И я бы хотела, чтобы всегда так было. Большая семья. Это круто. Но я бы, например, в финансовом плане бы не потянула бы большую семью. Если бы у меня с финансами все было бы круто, я бы завела троих детей, честно. Но я считаю, что прежде чем заводить детей, нужно думать о том, что ты можешь им дать. Если у нас было столько запросов, я представляю, сколько запросов будет через 20 лет, когда мои дети станут уже взрослыми. Им нужно покупать отдельные квартиры, не знаю, обучение и все такое. И хочется своему ребенку дать все лучшее. В общем, на этом все. Немного осталось, но я уже наелась, если честно. И это не мои любимые роллы остались. А вам хочу сказать огромное спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Кому не жалко, поставьте, пожалуйста, лайк. И подпишитесь на мой канал, если вы до сих пор не подписаны. Или не подписаны. Всем пока!